Студия 89,9. Концертный зал. Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов. Добрый вечер, дорогие меломаны. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ. Посмотрите. Александра Хайрулина уже в эфирной студии. Роман Шахов тоже. Спасибо, Рома, большое за компанию. Друзья, но самое главное, мы с радостью сообщаем, что сегодня концертный зал имени Дидюли и Евгеники. Здравствуйте. Добрый вечер. Дорогие наши хорошие, как приятно вас видеть. Еще невероятное счастье для нас, что мы увидели плод вашей любви. Я имею в виду доченьку, конечно, Арину, которая занимается своими очень важными делами. Она сейчас контролирует, конечно, она смотрит по мониторам, как это все происходит. Прекрасная семья, уже несколько лет, невероятно талантливые, интересные люди. Друзья, обо всем подробно, конечно, будем вам сейчас рассказывать. Ну, вообще, нам приятно находиться в такой новогодней, украшенной елками, снежинками студии. Сразу чувствуется праздник хотя бы, да? Потому что такая серость на улицах, а у вас праздник. Да, конечно, и хочется, как говорится, в канун Нового года повеселиться, быть позитивными, оптимистичными. Именно такое творчество, именно с такими творческими песнями, музыкой мы к вам пришли сегодня в студию. Спасибо вам огромное. Что касается серости на улице, мне кажется, она вообще никак не сказывается на вашей семье. У вас круглый год, мне кажется, сплошной праздник, и, конечно, во многом благодаря тебе, Жень. Потому что, ну, конечно, если судить по твоим блогам, сплошной позитив, искривотные шутки, огромное количество просто каких-то невероятных эмоций. Актив, самоирония, актерская игра, ну и, собственно, без улыбки смотреть невозможно. Спасибо. Валер, ты почувствовал с появлением Евгеники в твоей жизни вообще, что как-то такой праздник пришел каждый день? Вообще, меня привлекают люди, которые имеют чувство юмора, которые радуются жизни. Жизни надо радоваться, друзья. Она быстро, скоротечная, поэтому надо успеть порадоваться, надо пофонтанировать, поблагодарить в ту жизнь, что мы родились вообще. И поэтому, конечно же, Евгеника, Женя, моя жена, привлекла меня прежде всего своим чувством юмора, позитивом, неунывающим взглядом на жизнь, на будущее. И это главный магнит, который нашей семье является таким основным. А потом, конечно, это все превратилось в творчество. Не сразу, конечно, но превратились это в музыку, в какие-то другие совершенно формы интересные. И я рад, что мы можем творить, мы можем фонтанировать и говорить людям, давайте улыбаться, давайте разгадывать эту удивительно красивую загадку под названием «Жизнь». Кто будет первым творить? Женечка, Ром, ну сейчас нужно ответное слово, мне кажется, предоставить Евгенике. Потому что, ну вот, Валер сказал, что привлекло его в тебе, а тебя-то что зацепило? Ой, у нас такая была запутанная история знакомства. Я пришла на его концерт в Кремль, Дидюля, просто с подругой за компанией, вот и все. И потом неделю где-то через две он начал мне сниться каждую ночь. Я думаю, ну это какой-то знак. С гитарой или без? Нет, нет, просто вот он мне снился, снился, наверное, месяц. И потом нас друзья просто познакомили, и так легко и просто пошло общение, и все, как будто я встретила отражение своего в зеркале. И он, конечно, он тоже, вот он скрывает немножко, он такой хохмач, что будь здоров, он мне еще фору даст. Кто больше анекдотов знает? У нас не в анекдотах, у нас по ходу пьесы. Анекдот — это не наш конек, а вообще в жизни очень много импровизации, очень много веселых моментов, и главное их заметить, их подчеркнуть, лишний раз улыбнуться, ибо это дает нам силы в жизни. Вообще чувство юмора, позитив — это одна из важных составляющих, энергетических составляющих жизни. Поэтому, собственно, и музыка, и творчество об этом, и, мне кажется, давайте больше чаще улыбаться и чаще дарить друг другу. Ну и, конечно, петь и играть, наша программа творческая, друзья. Давайте немножко проиграем песню «Анна». Анна просила Бога, Господи, дай мне мужа. Трижды я причащалась, совесть как хлорамин, автомобиль без крыши все еще очень нужен, только супруг важнее, Господи дай, аминь. С неба спустился ангел и уточнил детали, в вашей мечте о муже требуется простор. Если хотите, Аня, чтобы вам точно дали, да, знайте пути Господни, это не полстор. Можно хотеть героя, можно хотеть красавца, принцы довольно редки, но, впрочем, и принцы есть. Но никаких гарантий, что не начнут кусаться в ком-то сильная гордыня, а в ком-то простая спесь. Я, обратившись к Богу, в точности указала, кто мне по жизни нужен и за кого пойду. Я же не ем ночного, не выхожу из зала, разве не очевидно, я дорогой продукт. Ангел сказал, понятно, стало быть, все и сразу. Будет вам идеальный муж голубых кровей, дайте одну минутку, я обновляю базу. Запоминайте номер в очереди своей. Можно напить на теле, можно на камни высечь, главное не забудьте. Я не повторю опять номер сто миллионов, сто восемнадцать тысяч восемьдесят четыре. Ой, извините, пять. Анна просила Бога, Господи, дай мне мужа. Трижды я причащалась, селфи-причасти вот. Автомобиль без крыши, все еще очень нужен, только мужик важнее, Господи, дай. Браво! Отлично! Шуточная зарисовка современной, как бы, такой вот женской маленькой истории. На тему все и сразу. Это да. Конечно же, Юлия Соломону великолепно подмечает все фобии, все слабости, все вот это с иронией сказанное, с сарказмом сказанные вот эти строчки. Они нам очень близки, конечно же, появился альбом «Оптимистка», он не так давно у нас вышел, и кое-что из него мы попоем и поиграем. А как, кстати... А вот это потрясающая красота, расскажите, пожалуйста, про этот диск. Это у нас сингл, который вышел до альбома. Евгения просто богиня. Да, да, вы знаете, вот этот сингл вышел как в форме женского журнальчика, так вот в сумочку его можно положить. Там много листочков красивых. Это наш первый сингл, это с чего все начиналось. Там песня «Мигалки», «Ладно тебе», «Рубль не потонет», собственно, характеристика нашей страны России. Скажите, как вы познакомились с Соломоновой, как вообще началось сотрудничество? С девочкой, вообще... С поэтессой, да. Да, мы с Валерой поженились, у нас пять лет уже женаты, но он не знал, что я пою. Ну, так вышло. Как он подопоем? Ну, так, мне... Так иногда бывает. Я закончила... Есть вещи поважнее, да? Я закончила Гнесинку с красным дипломом. Я была арт-директором кучек ресторанов и караоке. Мне музыки было вот так. Поэтому, когда мы встречались, мы об этом не говорили. Ну, я работаю, и ладно с ним. Пойдем в кафе или в кино, тишиной насладимся. У него концерты, шум, музыка, у меня тоже самое. Поэтому мы эту тему просто не трогали. И потом же мы поженились, родилась доченька. И когда вот она уже могла оставаться с бабушкой, с дедушкой, нас друзья силой вытащили в караоке. И там я, собственно, душу-то отвела. А он мне говорит, а ты что молчала вообще? И мы же домой уже, домой придя, он говорит, слушай, ты будешь петь? Ну, так просто нельзя. Такой талант рядом погибает. Он сказал, мне народ не простит. И говорит, но. Вот он мне задал очень шикарный вопрос. Он очень мудрый, понимаете, мужчина. Он мне всегда говорит, а с чем ты выйдешь к народу? Вот с чем тебе будет не стыдно выйти на сцену? К зрителю, к слушателю. К зрителю, к слушателю. То есть я, мы в принципе оба, да, мы не приемлем такие песни, типа там, ты мне не позвонил, дождь по стеклу. И вот это все об основе том же. И, собственно, и клипы такие же, да, когда я иду по берегу моря, волосы такие, назад, собственно, конец. Мы поэтому и такие песни особо не слушаем. И поэтому, да, выбор здесь был очень серьезный. Я пошла куда? В интернет. Искать какого-то крутого поэта. Я даже не могла представить, что это будет поэтесса, оказывается, девка такая хлесткая. И думаю, что-то должно быть на злобу дня, но очень талантливое. То есть вот это должно сочетаться. И 21 век, и вот... Хорошая поэзия. Да, вся эта поэзия, вся эта мощь дека ушедшего. И нашлось стихотворение «Ты не бойся, я уду не слышно». На это тоже у нас очень крутая песня получилась. И я вспомнила, что эти стихи я давно-давно где-то уже читала. Я начала копать, кто это. Нашлась поэтесса, я с ней связалась, говорю, можно вас пригласить на концерт. Она оказалась фанатом музыки Дидюли. Мы встретились на концерте. После концерта мы пошли уже в ресторан. И решили, что да, будем мы творить. Будем дружить и сотрудничать. Говорить, дружить семьями, и вот так родился большой альбом. Ну и еще мне хочется отметить, мы сделали и сочинили, и записали те песни, которые нам прежде всего хотели бы слушать. Да, конечно, конечно, огромное количество стихов. Мы поняли, что той музыки, которая есть вокруг нас, недостаточно. Мы хотим немножко других интонаций, немножко других, более точных фраз, формулировок, более интересного, закадрового посыла, месседжа. Мы хотим, чтобы была многоплановость в стихах, в подаче. И именно такую музыку мы сделали. И вроде в каких-то песнях кажется все понятно и просто, но на самом деле, если копнуть, у многих песен есть двойной смысл, двойное дно и двойная информация. Без этого я и не творю инструментальную музыку. И в данном случае мы и с песнями точно так же поступили. Сделали так, как посчитали нужным, близко для себя, от души. И дарим эти песни, дарим эту музыку на концертах. И Евгеника здорово, что уже начинает концертировать, ездить. Она востребована, ее в стране узнают, песни начинают расходиться. Благодаря тому, что есть социальные сети, интернет, достаточно хорошо мы начинаем, как говорится, себя ощущать как артисты. Именно Евгеника как исполнительница. Ну, я, собственно, поддерживаю это все движение, поддерживаю новой музыкой, новыми какими-то открытиями музыкальными. Я думаю, сейчас будет хорошо, если мы споем эту песню «Ты», с которой, в общем-то, все и началось. Супер, давайте. Отлично. Такая светлая грусть. Ты не бойся, я уйду неслышно. Ты не станешь от меня усталым, Взяв мобильный с туфлями под мышку, Выйду из подъезда и растаю. Люди существуют параллельно, Людям не нужны пересечения. Ты не бойся, я уйду мгновенно, Дважды не пойду в твое течение. Ты не бойся, я уйду мгновенно, Дважды не пойду в твое течение. Я не буду по телам скитаться, Ты не бойся, мне ведь не пятнадцать, Ухожу я профессионально. Ты не бойся, мне ведь не пятнадцать, Ухожу я профессионально. Ты не бойся, мне ведь не пятнадцать, Ухожу я профессионально. Ты не бойся, ты не бойся, газетки, гим. Студия 89,9 Концертный зал Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов Дорогие друзья, праздник хорошей музыки и хороших стихов Сегодня на телерадиоканале Страна.ФМ Дидюля и Евгеника у нас сегодня в гостях Я хочу спросить у Евгеники Вот что Ты считаешь примерно, сколько у тебя уже записано Стихотворение Это же не просто стихотворение Если вдруг кто-то еще, парочка у наших зрителей и слушателей не в курсе Это очень хорошие, актерские, профессионально сыгранные, качественные зарисовки Какие-то такие классные роли Сколько их всего, Жень? В интернете их принято называть вайнами Вайнами, стиховые и нестиховые разные Вообще я все стихи всегда нумерую, подписываю И авторы, и всех указываю Поэтому вчера вышло 310-е стихотворение 310-е, то есть 310 ролей Уже это будет честно, сыграно, отработано И абсолютно разных образов, надо сказать Скажи, пожалуйста Это твоя абсолютно целиком полностью работа То есть фантазия, да? Ты полностью продумываешь образ, как это должно, что Никто тебе здесь не подсказчик, не советчик Нет, у меня единственный подсказчик, советчик — это муж То есть бывает, я сниму что-то прям вот Ну гиперкреативное и думаю, блин, вот за это можно, по-моему, и отхватить Есть такое, есть Я иду, говорю, посмотри, пожалуйста Он говорит, не, ну это вообще-то что Пересними его здесь кусочек, вот это нельзя Я говорю, все, хорошо, понятно То есть иногда, если я прям чувствую Цензуру не проходишь, понятно Если я прям пяткой чувствую, что-то, по-моему, прям сильный крен пошел То есть всегда у меня Редколлегия есть Да, всегда есть главный критик Только ему позволительно, больше никому А если бы, предположим, Валера как-то невнимательно посмотрела Или упустил, то ты бы это выдала все в эфир Бывает, только я выдаю, он мне пишет Такое бывает А удали немедленно Нет, уже, то, что уже выложено, конечно, некорректно удалять Но бывает, что я не согласен с чем-то Бывают какие-то моменты, хотелось бы, видимо, подсоветовать по-другому, иначе Но вместе с тем, вот этот полет фантазии и полет такой вот горлес Совершенно необузданный Я его не сдерживаю, конечно же, я не сдерживаю Потому что в этом есть смысл большой, чтобы дать свободу крылья И чтобы человек парил Какие-то, где-то огранка, может быть Я могу что-то добавить, какой-то, может, тонкий элементик Со стороны может быть что-то Да, да, буквально в одежде, немножко в гриме, со светом, с тенью С какой-то там деталькой на заднем фоне Вообще Этот блок, который ведет Евгений Это хорошая театральная площадка Это очень хорошо, очень отрабатывает технику Потому что в дальнейшем идеи потом перетекают в клипы Вот те клипы, которые мы снимаем на песне И да, в принципе, и на инструментальной композиции Из моего дебютного альбома «Страна дураков» идеи клипа Евгеника Клип «Бабы» где-то 11 или 12 ролей она сыграла в песне Я придумала, сыграла 11 ролей «Мужские и женские неважные» Сейчас многие режиссеры, многие клипмейкеры обращаются к Евгенике, чтобы она придумала идею Она фонтанирует большим количеством разных идей Зачем напрягать мозг, если есть Евгения? Конечно, они обращаются Обращаются рекламодатели Это очень здорово и замечательно Что она креативит и помогает Из обыденных совершенно вещей создавать праздник То есть человек праздник И просто может быть какой-то рекламный ролик Идею какую-то музыкальную Или какую-то даже коммерческую идею превращает В бурлеск, в феерию каких-то совершенно эмоций Мне это очень нравится Я поддерживаю это движение Мы это уже поняли Иногда придет идея где-нибудь в 7 часов утра Я проснусь, и меня прям трясет, надо снять Ты смотришь, она уже носит грим Она уже надевает парень или что-то Он мне говорит, ты куда? Я говорю, подожди, там вот наконец-то было стихотворение Я его выучила и не могла ничего нащупать И наконец-то вот оно пришлось, не зашло Ты выдавайте спите Я пошла, я закрываюсь на кухне, включаю свет У меня лампы, всякие гримы У тебя студия там на кухне? Да, на кухне у меня моя комната В студии может быть везде, где угодно Хочешь, снимаешь Сколько стихотворений в Загашнике еще? Вот сейчас готовится уже Еще порядка 50 Ох, лекации Теперь очень много авторов мне пишут Каждый день А как авторам к тебе обратиться? Через Инстаграм? Как получается? Они пишут мне прямо в директ Или на почту Все, почта указана Прямо сбрасывают свои произведения Я их тщательно отсеиваю Иногда что-то говорю Вот, Валер, посмотри Вот, не знаю, браться, не браться Он может сказать, что да Вот здесь вот немножечко попеределать Вот такой образ, и отлично Или он может сказать Ну, как-то не дожали Слабовато, ищи дальше Скажи, дух поэзии вообще жив в России? Много ли талантливых? Конечно Их оказывается так много Что просто Ну, вот Самое главное Моя пока любовь Это Юля Понятное дело И дальше К ней очень близко подбираются Наши поэты Некоторые девочки Из такой глубинки Просто студенты Пишут такие шедевры Ты думаешь Вот это да Вот это заводские настройки Их никто не учит Девочки, пишите Пишите, присылайте в Инстаграм Вообще поэтический дух растет Развивается И страна пускай пишет Сочиняет Поэтизирует А мы это всячески поддержим Я должен сказать Сейчас, Валера Сейчас мы поддержим Что? Кого? Как? Нет Мы сейчас Во-первых, хотелось бы сыграть Просто инструментальную композицию С удовольствием Конечно Немножко поимпровизировать Пофантазировать А по ходу дела Хотелось бы, конечно же Пригласить на предстоящий Большой концерт Где Евгеника тоже будет Потому что Большие наши инструментальные Все представления Евгеник украшает своим Фольклорным, народным вокалом И это очень здорово Хочется поговорить об этом отдельно Вот в своем выходе Потому что альбом вышел И будет продолжение Удивительное Ну давайте тогда Просто немножко музыки Пока Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Иживое слово Все это сегодня здесь На телерадиоканале Страна ФМ В программе Концертный зал Дидюля и Евгеника Мы посмотрели Пластиночку Евгеники Но у нас есть и пластиночка Дидюля Называется она Аквамарин Расскажи пожалуйста Эта пластинка как раз вышла В этом году В 2017 В этом году Очень атмосферная Очень космическая И глубоководная Тут все стихии В общем-то Обозначить получилось Удивительный звук Удивительный саунд И мне кажется Какая-то определенная Ступенька В моем творчестве Совершенно Какой-то Получился Воздушный звук И тот Который мне не удавалось Достичь последние годы Я смог достичь На этой пластинке Многие Слушай Сейчас я думаю О чем он говорит Дидюля оказывается Есть куда расти Уже сто лет А то он говорит Я добился того Чего не было ранее Вы знаете Я все время Ощущаю себя учеником И постоянно учусь И все время Что-то нахожу для себя Такое Что потом начинаю Сидеть И корпеть И через пот Через труд Преодолевать Какие-то новые Вершинки Сколько примерно В день заниматься Необходимо По-твоему Чтобы расти Ну вообще Вы знаете Желательно Каждый день Можно понемножку Но ежедневно Час-полтора-два Это очень хорошо Когда есть возможность Но бывает Что реально Можно устать От музыки Можно устать От инструмента От звука И тогда надо Дать отдохнуть Надо Вот немножко Я вот хочу спросить У Евгеники Бывают ли моменты Когда она подходит К мужу Вырывает из рук Уже гитару Закрывает ее В какой-нибудь комнате Вчера буквально Правда? У меня есть Да иногда Друзья Есть у меня такая слабость Я сажусь В коридор Где акустика большая Она так по этажам Разлетается И я начинаю играть И тогда всем семейным И дом в резонансе Да Да В дом в резонансе И тогда всем сложно Достаточно Это переносить Я поправлю Он не просто играет Какую-то композицию Он например Отрабатывает один пассаж Та-ра-та-дам Та-ра-та-дам Та-та-там Та-та-там Та-ра-та-там И этому не от конца И ты приходишь И говоришь Все уже Баста Пойдем ужинать Да Но вообще Заниматься желательно побольше В любом случае Заниматься вокруг музыки Вот играть какие-то пассажи Гаммы и прочее Хорошо Но лучше играть Какую-то мелодию Играть какую-то композицию С ней работать С ней выигрывать Чтобы именно Музыкальной формой мыслить А не каким-то Отдельным пассажем И отдельной гаммой То есть Это мой может быть Совет и рекомендация Для начинающих музыкантов Играйте Репетируйте Сразу произведение Какое-то Пускай простое Но лучше произведением Какой-то музыкальной темой Мелодией Заниматься Лучше всего Дай может быть Совет Самоучитель Курсы в интернете Или идти в школу музыкальную Вообще очень много Но неплохо было бы Любому музыканту Начинающему Пообщаться лично С педагогом Или лично с музыкантом Вот это личное общение Его никто не заменит Никакие курсы Никакой Никакие технологии Никакий интернет Книга Конечно тоже хорошо Но личное общение Глаза в глаза Посмотреть Чтобы педагог Увидел человека Немножечко его натолкнул Чисто вот этот Чисто Ученик-учитель Да Чтобы прям было Человеческое общение Потому что вот через это Можно передать Можно зарядить человека На всю жизнь музыку Он может увидеть Личный пример Он может увидеть Горящий взор Он может увидеть Совершенно удивительного человека Или как личность Не только как музыканта Как личность И это может дать старт Какому-то интересному Творческому явлению Валер В этом же году Прошел какой-то Безумный гастрольный тур По России состоялся Конечно Мы ездим Здорово Нас любят Ценят Слушают музыку Музыку без слов И конечно же Хорошо что мы добились Очень мощного Хорошего Фееричного звучания С большим симфоническим оркестром Именно такие концерты У нас сейчас происходят И я рад Что в стране Музыка развивается Инструментальный жанр Развивается Мы как говорится Стоим во главе Этого всего процесса И большие концерты Это сейчас То чем я живу Хороший симфонический звук Хороший фьюжн звук Звучание разных инструментов Большой состав Большая команда И большое звучание И здорово Что Евгеник опять же Рядом со мной Вместе украшает Своим вокалом Вокализами Эти наши Великолепные концерты Здорово Что инструментальная музыка Живет и народная Тоже Конечно И сплав жанра Благодаря Евгенике Теперь тоже Потому что Записан альбом Народных песен И будет продолжение В следующем году И уже с оркестром Летом вышел альбом Оптимистка А вот сейчас зимой К новогоднему Как бы Застолью Мы выпустили Просто Валера пригласил Замечательных Баянистов И на два баяна Мы записали Просто под два баяна Всем любимые Всем известные песни Виновата ли я Вот это все Валенки Ой мороз-мороз И вот сейчас Вчера буквально Мы его презентовали Вконтакте Бесплатно можно зайти Скачать Мы посмотрели Послушали И сейчас кипит работа Над вторым Как бы альбомом Это уже авторские Будут песни Но опять же Русский народный И это уже будет Народный ансамбль Ну это же Твоя любовь С детства Более того И образование Да у тебя же Она тоже народница И с красным дипломом А может споешь Что-нибудь немножко А что? Народница А ну-ка А может Волга Волга? Или Пуховый платок Или Ивушки Издалека Долга Течет река Волга Течет река Волга Конца и края Нет Среди снегов Белых Среди хлебов Спелых Течет моя Волга А мне Семнадцать Семнадцать Лет Мас Красиво Хорошо Записать Есть много На самом деле Идей Как можно Вообще С народным звуком С хорошими песнями Которые мы любим И которые у нас На подсознании находятся Как можно с ними Бережно обойтись Но осовременить Все равно Мы живем В современном мире технологий Все равно Есть очень интересные Решения Звуковые Инсталляционные С видео можно Экспериментировать Поэтому Конечно Хотелось бы Новых молодых Слушателей Привлечь К народной музыке Показать Что она может Совершенно разно Вы с этим справитесь Мы не сомневаемся Уже не до секунды Следующий номер Нашей музыкальной программы Что сейчас Вы знаете Может быть Мы к лиричной Сейчас песней Прикоснемся Она называется Среда Это песня Из альбома Оптимиста Да Опять же Это из альбома Оптимиста Все песни Можно скачать На моей официальной Группе Вконтакте Евгеника Все есть Песня среда Через час Начнет светать И вперед По свету Уезжая Навсегда Возвращайся В среду Четверги Для важных Дел Вторники Для счастья А среда Хороший День Чтобы Возвращаться Смело Оставляй Следы Утром на перроне Ты уедешь до среды Их никто не тронет Не подумают сметать С привокзальным ссором Через десять лет среда Или через сорок Не планируй, не гадай Не клянись, что предан Просто вместо никогда Возвращайся в среду Через час начнет светать И вперед по свету Уезжая навсегда Возвращайся в среду Друзья, возвращайтесь к своим любимым Обязательно в среду, чтобы уже в четверг Вместе смотреть и слушать программу концертный зал И кто вернулся вчера Ее, вернее, сейчас наслаждается У нас Евгеник и Дидюля в гостях Программа продолжается Очень красиво, спасибо Волшебно Расскажи, пожалуйста, о себе Потому что мы про Валеру знаем Про Валеру написано много чего Про тебя Даже пошире бы я показала А все, понимаешь, я как бы показал, что весь интернет Про Дидюлю все написано Про меня тоже много пишут Расскажи правду Значит, обычная девочка, господи, из рабочей семьи И у меня папа военный Военный дирижер духового оркестра Где ты родилась? В Самаре Родилась в Самаре, на Волге И вот где-то полтора годика мне было Папу военный По распределению отправили в Новотроицк Это Оренбургская область Мы туда все уехали У меня братик младший еще есть На два года по-младшему Мама у меня дизайнер швея Она шьет концертные костюмы У вас прям все хорошо Все сложилось Мама шьет нам концертные костюмы Папа дирижер духового оркестра Он мне музыку, любовь привил Фортепиано я закончила тоже с красным дипломом И когда я поступила в Гнесинку только на вокал Моя преподаватель там в Новотроицке плакала Просто почему я не пошла на фортепиано Ну в общем это тоже есть Иногда я дома открываю Шопена Да, и наша дочь тоже клавишу тыкает И говорит, я тоже буду играть Мы все поддерживаем Вот, закончила, значит, колледж Растроповича Это уже в Оренбурге Я в 15 лет уехала из Новотроицка Поступила в Растроповича Закончила в Растроповича Поехала в Москву Поступила в Москву Все как-то очень банально, короче Так если рассказывать Училась, училась, училась Всю жизнь вот училась Ездила по очень многим конкурсам Фестивали международные Всероссийские, межнациональные Всегда мама приучила Брать первые места Берем И принцев Театральные кружки были в твоей жизни Это я всегда говорю Это заводские настройки Мы играли в театре Еще в Растроповичах в Оренбурге был урок И в Гнесинке тоже был такой урок Мы ходили на театральный мастерство В драмтеатр и там что-то тоже играли Но в любом случае, когда нажимаешь РЭК На камере своего телефона Я все снимаю на телефон И я сама не знаю, что там дальше будет То есть я нажимаю РЭК И что-то вот вылазит Оно просто Вот я задумала Когда уже на стоп нажала Ого, отчебучила Я походу начинаю все выплескивать Потом, когда нажимаю стоп, думаю Офигеть, как это все теперь смонтировать То есть оно как-то вот всегда выходит Момент истины происходит В момент записи все И когда мы снимали клип, бабы тоже Толком никто не знал, что сейчас будет И даже сам режиссер говорил Ну, я подстроюсь, давай, жги И как бы я шла и жгла Слушайте, отличное название для альбома Давай, жги Возьми на вооружение Спасибо Мы сейчас... Валера Ну, нет, вообще Вот это... Благодаря интернету появилась возможность Создать свою театральную площадку У Евгеники И здорово, что театр сейчас на нее обращает внимание И театры, и... В общем-то, и кино... Театр-сатиры должен уже сделать предложение Комедийный театр уже пригласили Учу роль Ух ты! Так что в любом случае Но, мне кажется, все равно Есть куда двигаться Есть над чем работать Чему учиться Мы знаем, если ты про себя так говоришь То, конечно Да, да Но главное здесь не перекрывать кислород Давать свободу Свободному полету Чтобы крылья развивались И моя задача Именно в семье Создать условия Творческому роста И мне кажется Мы стараемся вместе Женя Мне помогает Я ей И, в общем-то Вот на этой взаимопомощи Взаимоуважении У нас построено отношение А дальше Ты сейчас стараешься Стараешься Будет огромное количество У нее спектаклей Я думаю Огромное нет Нет-нет Вы знаете Мы стараемся сдерживать Потому что есть все равно Приоритеты Это все-таки Родные Близкие Это все-таки Свое личное время И поэтому фанатизма Здесь нет однозначно Всех денег не заработаешь Полностью Погружаться нет смысла И есть Жизнь она очень интересная Разная Многоплановая И хочется всему посвятить время И поэтому Как бы Нет задачи Утонуть В профессиональном Каком-то там Вот этом болоте Это точно Нам очень хочется Сейчас послушать вас Хочется вернуть Вашу музыку Хочется повеселиться И у нас есть песня Пусть она называется Раз уж мы Давайте Веселись Пропагандируем В августе Когда на дачах весело И коньяк Мешается закат А ты подкинь Мои смешные песенки Выпившим Наемным музыкантам Пусть Пусть они сыграют А пусть они сыграют Всем понравится Пусть Пусть Музыка, музыка любви, она простая Пусть они сыграют, всем понравится Музыка любви, она простая Пусть вдохнут холодные красавицы Чувствуя, что начинают таять Пусть, пусть они сыграют, ага-ага Пусть они сыграют, всем понравится Пусть, пусть они сыграют Музыка любви, она простая Пусть мужчины с правильными стрелками В правильных ботинках и сорочках Наклонятся тихо над тарелками И поймут, что аппетит испорчен Пусть, пусть они сыграют Пусть они сыграют, всем понравятся Пусть, пусть они сыграют Музыка любви, она простая А хозяйка с круглыми коленями Поломав фальшивый моготочек Скажет, так не любят, к сожалению Так уже не любят, это точно Пусть, пусть они сыграют Пусть они сыграют, всем понравятся Пусть, пусть они сыграют Музыка любви, она простая Пусть, пусть они сыграют Пусть они сыграют и прославятся Пусть, пусть они сыграют Музыка любви, она простая Веселая песня о музыкантах — И о любви, и о любви, конечно. — А стихи, чьи стихи? — Соломоновой. — Это всё альбом «Оптимиста», это всё Юлия Вареньевна. — Валер, дорогой, скажи, пожалуйста, вот до нас дошли слухи, что, возможно, в выступающем году ты получишь премию «Гремия». — Я не хочу на эту тему распространяться, говорить. — Тогда мы будем пытать свои источники дальше. — Я единственное хочу сказать, что в Рождество 6 января большой концертный зал «Октябрьский» в Санкт-Петербурге, друзья. Я знаю, что нас там тоже слушают. — Там смотрят и слушают, конечно. — БКЗ «Октябрьский» 6 января. «Дидюля» с большим, красочным, совершенно фееричным концертом с ледовой фабрикой Ирины Слуцкой. То есть это лёд, это танцы, это фигуристы, это костюмы, это удивительная совершенно наша музыка. Это мой струнный квинтет, который дополнил мою коллектив, команду. Это будет очень интересное, совершенно новогоднее, фееричное рождественское представление. — Снегурочка Евгеника? — Снегурочка Евгеника будет, да. Снегурочка Евгенька, конечно же, у нас есть произведение, где оно украшает своим вокалом, звонким, позитивным, совершенно жизнеутверждающим, таким вот глубинным, задорным, совершенно оптимистичным звуком. И поэтому, друзья, жду, буду рад всех видеть. Мы этот концерт снимаем, записываем, и потом, конечно же, его... — Какая-то потрясающая история, тем более праздники и Рождество вдвойне. Это во сколько начало? — Ну, как правило, в 19.00, БКЗ «Октябрьский». Очень уютный, хороший зал, шикарная акустика. Мы готовим удивительный звук, звучание, как на пластинке будет. И, в общем-то, очередной этап и очередная веха творческая наша, и семейная, и творческая моей команды музыкантов. И замечательно, что к нам присоединились хореографы, присоединились художники по костюму, фигуристы. Мы это соединяем все в единый праздник. — Это Питер, получается? — Санкт-Петербург, да. — Что с Москвой? — А потом это покажем уже в Москве. «Крокус Сити Холл». 28-го у нас октября запланирован концерт. До этого времени мы Москву будем держать, скажем так, на голодном парике, если так можно сказать. К сожалению, да, друзья, мы хотим, чтобы... — Но благо, Петербург не так далеко, и поэтому сейчас москвичи-то, конечно, позаботятся о билетиках. — А вообще, конечно, страна нас ждет. Мы готовимся к большому туру по Сибири, потом Дальний Восток, потом по Волжи, потом у нас страны Прибалтики. И, собственно, вот тот язык, язык без слов, который когда-то был найден 20 лет назад мной и моими замечательными музыкантами. Здорово, что он понятен, что он понятен на разных совершенно территориях, на разных континентах. И вот тут про Гремя промелькнуло, но я не буду про это говорить, но то, что язык инструментальной музыки удивительный, универсальный, уникальный, он может объединять людей страны и континенты, это точно, это так. — Валер, ты сказал, что сам занимаешься, сам учишься, тебе многому еще, по твоим словам, учиться. А есть гитаристы, на которых ты равняешься? — Всегда есть, всегда есть. Более того, и есть среди молодых, и среди метров уже, и я их такое большое количество вижу, и вижу в этом фишечка такая замечательная. — Замечательно, попробую-ка я ее как бы выучить, переменять. — И вы начинаете тататам, тататам, тататам. — Потом, конечно же, есть мэтры, это Андреас Сегови, это, конечно же, Джулиан Брим, это, конечно же, Пака Дулуси, это же, конечно, Джон Маклафлин, удивительные совершенно музыканты, которые наложили мощнейший отпечаток на меня в юности. И по сей день я восторгаюсь, восхищаюсь, и здорово, что судьба меня с ними столкнула, что я смог их увидеть, услышать, прикоснуться к их творчеству и заняться музыкой. Потому что энергия, музыкальность, вообще то время, знаете, 70-е, 80-е, 90-е годы, удивительное было время для музыки. Потому что сейчас музыки стало очень много, она немножко, на мой взгляд, все-таки обесценивается. А вот в то время музыканты, они были удивительными совершенно людьми, они могли, история могла ход менять за счет музыки. Вспомним Битл, вспомним Квинн, вспомним Ди Пёрпл, удивительных музыкантов ACDC, которые до сих пор влияют на поколение и эмоциями управляют. И вот это ощущение, я его вдохнул в свое время, в детстве, я его впитал и до сих пор держу в своем сердце, и помогаю новым молодым музыкантам, говорю, ребята, музыка — это уникальная совершенно вещь. Это удивительная профессия. Что за молодые музыканты? У тебя какой-то обучаешь или что? Нет, вы знаете, у меня есть звукозаписывающая студия, и когда я нахожу где-то на просторах, скажем так, творческого пространства, можно даже так назвать, нахожу интересных людей, говорю, слушай, милый человек, а приезжай-ка ко мне на студию, давай вот эту твою композицию более детально и вдумчиво запишем. Давай здесь раскопаем смысл более глубокий, и давай попробуем сделать из этого шедевр. Такими вещами мы занимаемся. Это где-то похоже немножко на благотворительность, где-то это просто творческий эксперимент, а где-то это просто моя любознательность чисто детская, которая во мне живет, и мне хочется покопаться в музыке и открыть новое звучание. Дорогие молодые гитаристы, выкладывайте в интернет свои творения. Дидюля следит за вами. Официальная группа ВКонтакте, Дидюля. Там мы следим более лучше. Ну, друзья, я хочу сыграть композицию, называется она «Легенда», инструментальная композиция, маленький рассказ о моем городе Гродно, где я родился. Очень добрый, очень историей наполненный совершенно город, и об этом, собственно, легенда. «Легенда» 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 КОНЕЦ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ВЕДУЩИЕ АЛЕКСАНДРА ХАЙРУЛИНА И РОМАН ШАХАВ Концертный зал телерадиоканала «Страна.ФМ» продолжается. Сегодня, напомню, у нас Дидюля и Евгеника. Только что побывали в городе Гродно. Это удивительно вообще. А про Самару уже есть что-то? Ну, про Самару, может быть... А ну-ка! Самара вообще удивительный город. Это столица, скажем так, по Волжи. И вообще Волжский город удивительный. Недавно у Евгеники там был сольный концерт. Большой такой праздничный. Кстати, да, вот пока Дидюля будет ездить по России с гастролями и копить энергию до крокуса, я-то вас могу встречать в Москве своими квартирниками, своими музыкальными стендапами, где я читаю. Где они проходят? Уже есть какая-то афиша? Или нужно следить за соцсетями? Там всё сообщается. Следим за соцсетями. Мой инстаграм Евгеника Дидюля или моя группа ВКонтакте Евгеника. Там, как только мы договоримся с каким-то рестораном, клубом, неважно, что это будет, или даже караоке, это даже удобнее. Я тут же вывешиваю везде афиши, всех приглашаю. Ребята приходят, занимают места и пошли стихи и песни. Расскажи, как они проходят. Музыкальный стендап, да, вот расскажи. Да, музыкальный стендап. Я, значит, выхожу, всем говорю, здравствуй. Очень подробно так. Это мой любимый ресторан, так просили сказать, владельцы заведения. И все хохочут, всем вино. Обычно в подарок мы домашнее вино там или что-то разливаем. Разыгрываем диски за самый оригинальный острый вопрос мне. То есть я дарю диски или свои журналы, где я на обложке с автографом. Я читаю стихи в перемешку с песнями. Стихи не только Юли, очень много авторов. Причем такие на злобу дня. То есть если Олимпиада, значит, на Олимпиаду. Если выборы, значит, Собчак пошла в президенты. Куча стихов. Немножечко даже нецензурные. Ну да, это не без этого. Не без этого, без перчика, как бы блюду не быть. Потом это все плавно переходит уже после второго акта и антракта. Все просто в караоке. И мы можем даже до утра в этом караоке затусить, собственно, простым языком выражаясь. Всегда у нас фото, видео, все это потом анонсируется, выкладывают. Люди могут себя найти, где-то выложить. Ну, в общем, очень уютно, очень всегда дружеская встреча. Я хочу подчеркнуть, что главным является все-таки поэтическое слово. Не просто как бы это монолог, диалог какой-то. А это все-таки через поэзию идет. Это уровень немножко уже другой. Это уровень повыше. Более того, в зале есть люди, которые тоже пишут, у которых тоже цепкий ум. И они могут выйти вместе. И какой-то батл может произойти именно в стихотворной форме, в поэтической форме. Я так, к слову, говорю, что в стране поэзия востребована, поэтические концерты востребованы. И пускай они, как говорится, развиваются вширь и ввысь. Вот этот удивительный совершенно жанр. Поэтическое вообще слово, рифмы. И очень много, на самом деле, у нас людей пишущих. И вот пускай это острые слова, именно такие острый ум и цепкие фразы, они пускай находят еще и своего зрителя, и своего слушателя. В данном случае вот с Евгеникой это получается. И здорово, что такие концерты в виде музыкального стендапа имеют место быть. Да, это очень здорово. Скажите мне, пожалуйста, Ариша, она уже как-то заявила вам, объявила, кем она хочет стать? Принцессой. Ну что ж. Все для этого дела. Она впитывает. Она вот даже сейчас здесь где-то там в студии ходит, она присматривается. В любом случае, мы ее окунаем в эту творческую жизнь. Она ездит на наши саундчеки. У нее нет выбора просто. Какие-то ближние, да. У нее нет выбора, она в музыке, в музыкальном этом потоке находится, что-то для себя отмечает, иногда может потанцевать, иногда может что-то попеть, помылыкать. Конечно же, у нее есть любимые песни, любимые произведения. Более того, мы на ней тестируем музыку. Это как? Очень просто. Когда мы создаем какую-то песню. Человечек уже работает. Да, мы включаем и говорим, слушай, ну как вот песня тебе? Вот она говорит, вот баба ей нравится, все, она на ней нацепляет. Да, она только научилась, только училась говорить, она еще с пустышкой ходила по комнате, мы уже писали бабы и слушали, сидели после студии в комнате, просто отслушивали, как там что получилось. Песня закончилась, она вытащила пустышку и говорит «бабы». Эта песня удивительным образом обладает какой-то сумасшедшей вирусностью на детей и вообще на людей, так что просто я вам говорю для вашего телерадиоканала, что обратите внимание на эту песню, на этот клип, потому что это совершенно мощнейший мегахит. Вот у меня нет никаких сомнений, пройдут годы, и мы этот разговор вспомним. У меня нет ни капельки сомнения, что эти интонации, которые найдены в поэтессе Юлии Соломонова и те музыкальные интонации, которые мы превратили в песню, они совершенно удивительным образом отмечают вообще страну, женский образ, ревность, любовь, широту женской души, все в этой песне, она мощнейшая песня совершенно. Юлия тоже, наверное, вторую бутылочку водички взяла. Дорогие мои хорошие, Новый год, он уже стучит во все двери, в окна. Скажите, пожалуйста, что у вас будет интересного происходить в новогоднюю ночь? Мы запустим салют. Семейный праздник, друзья, семейный праздник с друзьями, с родными. Дед Мороз нам нужен. У меня есть костюм, поэтому папа не будет вводить. И Снегурочка нам тоже нужна, но Снегурочка, знаете, кто будет. Дедом Морозом, наверное, будет все-таки дедушка. У нас обычно мой папа заходит, она его не раскусывает. Мы любим, конечно же, и бабахнуть салют, пиротехника, чтобы это было ярко. Вообще все выходят после боя курантов на улицу, много знакомых, друзей, желают друг другу хорошего Нового года, его встретить, улыбки, радость. Прежде всего, мне кажется, год этот нужно начинать с позитива. Как бы ни было тяжело, какие бы ни были проблемы у нас, у нас всегда в любом случае есть позитив. И родные, близкие люди, которые нас окружают, это есть главная опора и главная основа вообще любой жизни, любого человека. Ну и музыка тоже. Да, нам спеть, зафиналить. Вы знаете, песня «Оптимистка». Вот, первое, оптимистичный совершенно взгляд на жизнь. Вот, первая песня альбома. Да. Я у тебя одна, я оптимистка. В небе висит, висит луна полная мисыка. А пластики из окна миску лакают. А я у тебя одна, киса такая. Я у тебя одна, дур такая. А где у тебя одна, там и другая. А тихо сидят в груди хитрые нервы. А ты у меня один-один, только не первый. А ты у меня один, только не в мыслях. Хочется заходить дым коромыслом. Я у тебя одна, дур такая. А где у тебя одна, там и другая. Хочется заходить дым коромыслом. Виски и никотин, славная пища. А ты у меня один-один, только не бывший. Хватит, ну прекрати, гнусные сплетни. А ты у меня один-один, но не последний. Я у тебя одна, дур такая. А где у тебя одна, там и другая. А где у тебя одна, там и другая. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо вам большое, Евгенька, дорогой Валера, Дидюля, Дидюли, дорогие Дидюли, спасибо вам большое за то, что вы пришли. Знаете, что я подумала, сколько нам открытий чудных еще ребят точно подарят. Сенсационная программа, я считаю, сегодня у нас. Спасибо. Искренне хочется вас поздравить с наступающим Новым Годом. Все, что вы запланировали, пусть обязательно исполнится. И даже в разы круче, чем вы об этом думали и мечтали. Вы этого достойны, да. А как говорит Валера, ну а мы поддержим, конечно. Спасибо, спасибо страна. С наступающим Новым Годом. Здоровья, хорошей музыки, креатива, позитива. Мы желаем всем в этой студии. Мы в штате Дидюли, и вы замечательная наша ведущая, с которым замечательно получила пообщаться. С Новым Годом! Наступающим! Ура!